Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо, что вы с пониманием отнеслись к тому, что мы немножко задержали начало, потому что люди не всегда относятся к этому с пониманием. Иногда начинают писать мне в директ. Еще странное ощущение. Ты сидишь в гримерке, открываешь Инстаграм, и там сообщение «Выходи, заебал». Думаешь, ну надо идти, да? Вообще забавно, что до сих пор есть люди, которые считают, что концерт не начинается исключительно, потому что я отказываюсь выходить. Что я лежу где-то на диване, мне говорят «Слава, зрители пришли». Я такой «Не пойду я никуда». Что я не хочу выходить, как Лукашенко уходить, знаете? Слушайте, вы знаете тот факт, что Менделееву его таблица периодических элементов пришла во сне? Вы слышали об этом? Меня этот факт поражает каждый раз, когда я смотрю на эту таблицу. Я такой «Во сне? В одном сне? Ты сколько спал? Четыре месяца, как медведь? Как это в сон поместилось?» Я не знаю. Народ, вам снится что-то толковое? Ну, мне снится какая-то хрень, понимаете? Мне снится в шлякшля. Вот мой стандартный сон. А мне еще сейчас за 30, а после 30 у тебя сны меняются, потому что после 30 у тебя больше нет кошмаров. После 30 у тебя не кошмары, после 30 у тебя тревоги. Это в 20 тебе может приснится, когда на тебя кто-то выпрыгнул с ножом. После 30 тебе снится тяжелая жизнь, полная ответственности и испытаний. Вы знаете этот момент, когда надо тебе завтра дофига всего сделать, в итоге ты ложишься спать, и теперь тебе, сука, всю ночь снится, как ты, блядь, все это делаешь. Как ты поехал отвозить документы на окраину города, звонишь этому Абоссонову Степану Николаевичу, он вообще недоступен, дозваниваешься, надо ехать на другой конец города, ты едешь туда, отдаешь, в итоге ты все поделал, а теперь ты просыпаешься, и тебе надо ехать и все это делать. Ты такой, да я всю ночь делал! Всю ночь! Не знаю, многое меняется после 30, например, я больше не пью Red Bull, нахер Red Bull, потому что это в 20 Red Bull бодрит. После 30 Red Bull не бодрит, после 30 ты выпиваешь Red Bull, у тебя паническая атака! Ты точно такой живялый, просто тревожный, просто... Очень много энергии быть неврастейником. И так как я стендап-комик, мне постоянно снится, что я выступаю на сцене со стендапом, и это очень разочаровывающий момент, когда ты просыпаешься рано утром, понимаешь, что ты не запомнил ни одной шутки, это так расстраивает, и недавно мне снится сон, что я выступаю, все проходит просто потрясающе. И знаете тот момент, когда ты прямо во сне, понимаешь, что это сон, и я такой, вот бы проснуться, и я просыпаюсь, и я понимаю, что я запомнил самую смешную шутку. Я тут же хватаю телефон, записываю в заметки, перечитываю, такой, ха-ха-ха. Я просто, я иду в туалет, думаю, бля, я новый Менделеев. Я просто... Я думаю, это по шутке в ночь, это 365 шуток в год, мне не то, что к Дудю, я Дудя сам к себе позову. Я просто так был счастлив. Я ложусь спать, я просыпаюсь рано утром, и первым делом я нахожу телефон, я нахожу заметки, я нахожу эту шутку, и вот, что там была за шутка, дорогие друзья. Я собираюсь вам ее рассказать. Она звучит так. Вы замечали, что в Москве названия станции, метро и аэропортов такие, что из них можно составить диалог в семье? Алло, бабушкинская? Это внуково. А дома дедово. Спасибо большое. До свидания. Шутить умею, хуля. Не сразу вы ее поняли, да? У меня во сне публика пободрее была, но ничего. Я знаю, что кто-то сегодня пришел, потому что любит мои выступления, кто-то пришел с друзьями за компанию, сидит такой, ну посмотрим. Ну что, посмотрели? Профессионал в здании. Да. Но несмотря на мой безукоризненный профессионализм, у меня появились завистники. Например, недавно вышла статья в желтой прессе про меня под заголовком, я процитирую, «ТНТ не потерпит пьянки». Слава Комиссаренко начал спиваться из-за уходящей популярности. Давайте разберем по порядку. ТНТ не потерпит пьянки? ТНТ? Канал, на котором 20 лет выходил Дом-2? Где Николай Должанский пиздит женщин невидимыми нунчаками? Вот этот оплот морали? Вот что они пишут. Я не обиделся, я просто распечатал. Опухший, помятый, покрасневший и дряблый. Внешний вид юмориста очень настораживает. Обычно на своих выступлениях Слава выглядит опрятно, свежо и чисто. Но в последнее время он совсем на себя не похож. Опухший, с красным лицом, с синяками под глазами, помятый, с обвисшей кожей, блядь, по описанию, как будто не забухал, а утонул. Просто некролог выдали. Окей, поаплодируйте, кто хоть раз был на моем выступлении. Отлично. Поаплодируйте, кто считает, что раньше я выглядел более опрятно, свежо и чисто. вас же не было. Слушайте, это обидно. Я думал, я смешной комик, но нет ничего хуже, чем когда люди выходят с твоего концерта, их спрашивают, ну как? И они такие, очень опрятный. Вышел в чистом, в глаженном, со всеми поздоровался. Это не комик, это жених. Но я сам виноват. Я должен был быть готов к тому, что в интернете очень много негатива. Люди часто, пользуясь анонимностью, пишут друг другу неприятные вещи. Да, и я признаюсь, раньше я мог не совладать с эмоциями и ответить с оскорблением на оскорбление. Смотрите, как я делал. Способ потрясающий. Смотрите, тебя кто-то посылает нахер, ты посылаешь нахер в ответ и блокируешь, но не сразу. Ждешь, пока он печатает, печатает, печатает. Собирается отправлять и ты блокируешь, чтобы он остался наедине со своими гадостями и понял, какая он мразь. Да? Самое главное, ребят, не передержать. Можно вот такую простынечку выхватить. Обожаю блокировать людей, ты всегда король ситуации. Это знаете, в жизни ты с кем-то поругался, потом приходишь домой, тебе приходит удачная фраза, такой, бля, надо было так сказать. В интернете такого нет? В интернете ты с кем-то поругался, заблокировал, тебе пришла удачная фраза, ты разблокировал, написал ее и заблокировал обратно. Ты можешь человека хоть до самоубийства довести. Убойся такой, когда мне писать? Когда мне писать? И вот история, после которой я перестал ругаться в интернете. Когда-то давно, лет 6-7 назад, у меня был монолог на ТНТ про родителей. Очень добрый монолог, там самая злая шутка звучала так. Ненавижу объяснять своим родителям, как пользоваться компьютером, потому что не хватает терпения. Тут даже буддийский монах бы сказал, «Блядь, мама, не надо тебе это!» Да, 7 лет назад хит был, а не шутка. Вот. И выходит этот монолог, и на следующий день ВКонтакте меня находит какая-то женщина и пишет, «Посмотрела вчера твое выступление, и чуть со стыда не сгорело!» Знаете, тех людей, которые умеют буквами на тебя орать? Вот эти, которые больше всех радовали, что капслок придумали, вот эти. «Как ты выродок поносил свою семью, они тебе высерок жизнь подарили, а ты говной компьютеру обучить не можешь!» Я такой, «Бля, я хочу ответить!» Я прям подъеду к этой женщине. Я так разозлился, и я говорю себе, «Слава, не горячись, помни, что ты комик!» И у меня созрел план. Я решил зайти на страничку к этой женщине, чтобы собрать о ней кое-какую информацию, понимаете? И на основе этой информации придумать шутку и хорошенечко ее простебать. Я захожу к ней на страничку, вижу, что у нее очень много фотографий с собаками, и я такой, «Угу!» Открываю сообщение, пишу, «Здравствуйте! Спасибо вам большое за ваше мнение! Я заметил, что у вас очень много фотографий с собаками, а не потому ли это, что ты сука ебучая?» Понимаете, что я сделал? Я использовал информацию с ее страницы, чтобы на ее основе придумать шутку и хорошенечко ее подколоть. Да. Для меня это не проблема, я про бабушкинскую во сне пишу. Да. И заблокировал. Но я не учел одну вещь, что у меня в ВКонтакте в друзьях есть моя мама, ее очень легко найти, и у нее такая же фамилия, нам папа подогнал. И она нашла мою мать и начала ей писать, «Я за вас заступилась! А ваш выродок начал меня поносить!» Но эта сучка, видимо, невнимательно смотрела мой монолог и совсем забыла, что моя мама очень плохо пользуется компьютером. И когда моей маме пришло сообщение, она такая, «Слава, что это?» Я такой, «Мам, я посмотрю». Я думаю, эта женщина очень удивилась, когда получила от мамы сообщение, «Вертели мы тебя на члене всей нашей семьей». Я потом еще от папы зашел, нахуй ее послал. Такой я человек, спасибо, что билеты купили. Я не знаю, может, Москва меня делает таким, потому что я не жесткий человек, а Москва очень жесткий город, согласитесь, здесь постоянно тебя пытаются все развести, обмануть, кинуть. Я не знаю, вы сталкивались с этой фигней, когда звонят мошенники и загоняют, что они из Сбербанка? Да, меня это сделало народ настолько подозрительным, я теперь не верю, когда мне по-настоящему из Сбербанка звонят. Они мне что-то говорят, я такой, «Ой, да, конечно, ага». Ну, я им не верю, даже когда у них в офисе сижу. Я сижу такой, «Ой, блядь, и офис они построили? Возьмите талончик, нашли лошару». Пробовали им грубить, пробовали. Так себе идейка, не так ли? Они могут так обложить, я таких слов не знаю. Я был как-то без настроения, мне позвонила женщина, начала загонять, что я из Сбербанка, говорю, «Все, идите нахер, вы не из Сбербанка». Она такая, «Слышь, сопляжуй». Сам пошел нахер. Отсосать не желаешь? Отсосать! Это точно не Сбербанка. До этого вы стелили гладенько, но теперь я начал подозревать. У меня ни разу не было, чтобы я пришел в Сбербанк, мне сказали, «Соси и получай, бонусы спасибо». Хватит сосать просто так, «Соси за спасибо». Я такой. Я теперь так проверяю, мошенники это или нет. Они мне звонят, говорят, «Мы из Сбербанка». Я говорю, «Идите нахер». Если они говорят, «Простите, что, Вячеслав Сергеевич?» Это Сбербанк, да. А если они говорят, «Готов жопу, сука, мы выехали?» Это не Сбербанк. Это Тиньков. Москва настолько недоверчивый город. Я имею в виду, люди... вас не бесит этот момент даже на уровне заведений, когда тебя не пускают в заведение в туалет, пока ты что-то не купишь. Я имею в виду на автоматическом уровне. Вы знаете, эти заведения, типа там, Старбакса, где тебе надо взять чек, на нем будет написан код, и ты пойдешь с ним в туалет, и у меня есть код. Просто как, сука, конкурс какой-то в Форт Боярд вообще. Ты таким ублюдком себя жалким чувствуешь, как ты стоишь, вводишь этот код все время, и все время этот момент замешательства, ты думаешь, все правильно, надо вводить код, или там кто-то есть, и надо подождать, и всегда там кто-то есть, и ты такой, а я уже почти, ха-ха-ха. Это так ужасно. Я не знаю даже, что из этого хуже, вводить код, когда там кто-то есть, или сидеть там, когда, блядь, здесь кто-то вводит код. Это просто замкнутый круг стыда какого-то. Потому что в первом случае ты какой-то извращенец, который такой, а сейчас я доберусь, да. А в втором случае ты сидишь, слышишь, как вводят код, и ты такой, блядь, ну она же не откроется. И ручку рукой держишь. А там всегда в этот момент, администратор, у меня не подходит код, не может такого быть, давайте вместе вводить код. Ты такой, блядь, надо парикодировать дверь, походу. Да, но несмотря на это, люди переезжают в Москву в любом возрасте, да далеко ходить за примером не надо. У меня не так давно родители переехали в Москву, несмотря на возраст, несмотря на все обстоятельства, очень легко на это решились, да. Просто посмотрели мой монолог про Чик-Чирыка, такие, о, надо ехать. Надо ехать. У нас минуты три. Отлично выступил, сынок. Аж хату продавать надо. Знаете, обычно матери показывают выступление, говорят, это мой сыночек, моя показа, говорит, я к этому не имею ни малейшего отношения. Да, у меня был монолог про Чик-Чирыка, я снялся, в что было дальше, в частности, я рассказывал о том, что я возвращался в Россию через Чащу, и после этого мне начало писать очень много людей. И я думал, что люди будут писать мне что-то типа «Привет, Слава!» было смешно. А мне все стали писать «Привет, Слава!» А как перебраться через границу, где лучше всего пролезть? Я такой, вы нормальные, я откуда знаю? Я, во-первых, ехал год назад, они еще тогда даже не знали, что мы ездим. Это потом им кто-то рассказал. Просто у меня недавно друзья белорусы ехали через Чащу, и вот это народ была настоящая лютая жесть. Начнем с того, что они ехали на маршрутке, уже так себе идейка, да? Сразу понятно, куда вы там намылились. Они бы еще на маршрутке вот эту сделали табличку «Минск-Москва нелегально через Чащу». Туда, и если повезет, обратно. Друг говорит, мы абсолютно нормально, доезжаем до границы без приключений, и вот что происходит дальше. Они доезжают до границы, водитель резко сворачивает в лес и выключает фары, и они начинают ехать по лесу на огромной скорости в полной темноте. Друг говорит, не хватало только, чтобы водитель сделал вот так, смотри, могу без рук, смотри, чтобы отпечатков не оставалось. Но самая жесть была в том, что никаких предварительных инструкций не было, все инструкции были на ходу, и в какой-то момент водитель тормозит, в чаще начинает орать «Выходим! Выходим!» А когда водитель так орет, меньше всего тебе кажется, что все идет по плану. Друг говорит, мы так испугались, мы боялись, что мы сейчас выйдем, а водитель скажет «Дальше каждый сам за себя!» Игра началась! Кто-то не вернулся, он такой «Чаще забрала его!» И вот что происходит дальше. Водитель говорит, «Дальше я не смогу проехать, потому что слишком густой лес. Вы должны бежать вперед километр, там вас ждет мой напарник на другой маршрутке, но бежать полный рост нельзя, иначе вас засекут дроны, вы должны ползти гуськом». Друг говорит, я начинаю ползти гуськом, ползу и думаю, бля, прав был физрук, действительно пригодилось. И друг говорит, они добегают, а там действительно другая маршрутка. И друг говорит, мы не то что сесть, мы даже дверь закрыть не успели. Водитель сразу по газам, над нами летают дроны, кто-то светит прожектором. Не хотелось, чтобы за маршруткой бежал Лукашенко с автоматом, и мы орал, «Стоят сучары!» Дра-та-та-та-та-та! Друг говорит, мы больше всего боялись, что мы сейчас сядем во вторую маршрутку, и она заглохнет. Это было бы хуже всего. Я говорю, нет, хуже всего было бы, если бы вы сели во вторую маршрутку, а она развернулась и отвезла вас обратно в Минск. Если бы водитель такой, свалить хотели сучары. Нет. Я говорю другу, боже мой, неужели не было никаких других вариантов попасть в Москву? И он говорит, нет, ну можно было на самолете полететь, но для этого надо было на территории России санаторий забронировать. Я говорю, почему ты не забронировал? И он такой, обманывать не хотелось. Да, но в Беларуси сейчас очень тяжелые времена, там не то, что у Чакширыка фляга свистит, там уже кукуха над страной летает, поэтому над Беларуси больше никто и не летает. Кукуха все пространство заняла. Там в аэропорту смотришь на табло, кукуха, 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 кукуха. Вот такие вот рейсы остались. Да, и недавно в Беларуси еще было Всебелорусское народное собрание, это типа пятичасовой стендап-концерт Лукашенко, на котором он больше всего возмущался, что никто не верит, что он победил на выборах и набрал 80% голосов. Он так и говорил, ну почему никто не верит, ну почему, ну шо это такое, габарат нарисовал, ну обожите, ну как ты нарисуешь 80%? Все равно я выиграл. Прикиньте, это цитата. Ну даже если там 60, ну все равно я выиграл. Сука, усатая ты кокетка. Это просто немыслимо. Цель фальсификации выборов. Это это сделать, а потом это скрывать. Это единственный человек, который фальсифицирует выборы, а потом бежит на телевидение об этом рассказывать. Видали, кто тут чемпион? И сколько уже было этих выборов? Помните, что он раньше говорил, после каких-то выборов говорит, я набрал 85%, вам не понравилось. Хорошо, на следующих выборах мы сделали мне 77%. Так вам опять все не то? На следующих выборах мы сделали мне 75%, так вам опять не нравится? Вы скажите, сколько надо сделать? А то сами не знаете, что чистых голову дурите. Зла на вас нет. Прикиньте, он думает, что это не он нам не нравится, а число. Вы скажите, какое число сделать? Четная, блядь, нечетная, простое, с дробями, хоть катанген захерат, что если бы изъяснялись правильно. Бесите. Самое веселье, что про него даже шутки придумывать не надо. Он ими разговаривает в новостях. Вы слышали эту новость, что на него было совершено покушение? Вы слышали? Которое он что? Правильно? Предотвратил! Нифига себе покушение. Предотвратил. Переговоры перехватил. Это не президент, это кто-то из Мстителей, отвечаю. Это у них есть Капитан Америка, Человек-паук. Это Чек-Чик-Чирык. Это просто типа Таноса кто-то, да? И сначала в новостях появилась такая информация, меня очень повеселила. Вышел Лукашенко, сказал, мы очень быстро вычислили заговорщиков, потому что к ним был не дрон наш агент. Я думал, он сейчас скажет, скажу честно, это был я. Я так на веточку сел, типа я птичка, знаете? Они разговаривают, а я такой, чик-чирык, и на ус мотаю. Меня даже Коля не узнал, семечками угостил. Потом начали появляться подробности. Он вышел, сказал, Всего было три сценария покушения на меня. Первый сценарий был напасть на меня на параде 9 мая и убить, однако от этой идеи отказались, что это очень сложно. Он так сказал, знаете, как будто они у него под окном договаривались. Он так форточку открыл, послушал, такой, это очень сложно, мужики. Тем более, я уже знаю. Второй сценарий был расстрелять мой президентский кортеж из гранатометов. Для этого гранатометы были специально завезены в Беларусь. Я такой, ну это ж так просто, да, гранатометы в Беларусь завезти? Чтобы самому проехать, надо, блядь, почаще от дронов улепетывать, а гранатометы завозите, пожалуйста. Что это у вас гранатометы? Ну мы санаторий забронировали. Проезжайте. Третий сценарий был напасть на меня за городом, но они засали, там уже такого уровня шли сценарии. Я это все слушал, подумал, вам не кажется, что это больше напоминает какие-то сценарии, которые не приняли к боевикам. Я думал, дальше будет четвертый сценарий. На поезде еду я и Стивен Сигал. Террористы захватывают поезд, Стивен испугался, я такой чик-чик-чик всех перохерачил. Двух козлов возле кипятка вафлями черноморскими добил, все. Пятый сценарий. Меня зовут Кэрри, мне слегка за 30, я живу в Нью-Йорке. И я просто обожаю секс, да. Я не хочу испытывать чувство вины, если я что-то хочу. Я хочу это, я получу это. Шестой сценарий. На Землю летит гигантский метеорит. Прямо у меня. Я улево, метеорит улево. Я управо, метеорит управо. Я уклончик, апперкот этому паразиту, вы меня знаете, меня лучше не бесить. Седьмой сценарий. Я иду с инспекцией на мясокомбинат, где меня кусает павук. А я кусаю павука. И я становлюсь сильный, смелый, ловкий, умелый, но этого никто не замечает, потому что я всегда таким и был, да. И, наконец, восьмой сценарий. Это интерстеллар. Я попадаю на планету, где один час это семь лет, и сижу президентом таусрачки. Да, но у вас в России тоже вопросики назрели. Ах, не так сильно, извините, извините. Обожаю этот момент. Шутишь про Лукашенко, все такие, абасака. А что ты говоришь про Путина, все такие, Слав, нам это не надо, тебе это не надо. Ты что, начинаешь, отлично концерт шел. Мы домой в такси хотим, а не на автозаке. Их, конечно, туалетами оборудовали. Но мы что-то подсыкаем. Да, в России тоже были моменты, когда ко мне подходили и говорили, ты идешь на митинги? Я такой, серьезно, мне еще здесь на митинги ходить? А жить я потом где буду? Чаще, блядь, через которую я ехал? Серьезно, если бы я здесь ходил, это бы выглядел у нас пока не получилось, давайте у вас попробуем. Такой оппозиционер-кастролер на паспортном контроле спрашивает, вы как туристы или режим шатать? Серьезно, народ, жил бы в чаще, экскурсии бы водили. Говорили, в этой чаще уже несколько лет живет Слава Комиссаренко. Он недавно ебнулся, поэтому ночью можно услышать его клич. Чык-чырык, вон он побежал. Вон он, смотри, в синей куртке. Вон он. Он тут у нас хорошо устроился, смородину с кустов ест, крыжовник ему приносим. Да, но у вас хотя бы было и вот это резонансное видео с расследованием про дворец. У нас тоже вышло видео про дворец, правда, оно получилось не резонансным. Знаете почему? Знаете почему? Потому что дворец не засекреченный. Просто стоит посреди города. Рядом остановка. Знаете, как называется? Дворец Лукашенко. Водитель так и говорит, скворечник, выходим, пожалуйста. Да, но недавно у меня появились хорошие новости. Недавно получил вид на жительство, потому что мне нравится не только выезжать из России, но и возвращаться. С какого-то раза я понял. Я ходил в МФЦ, чтобы там прописаться. Вы же знаете, да, что такое МФЦ? Да, сейчас вам белорус расскажет, что такое МФЦ. Вот. Я ходил в МФЦ, мне надо было прописаться у себя в квартире. Я рассказывал этот кусочек в вечернем Урганте, но его нужно проговорить еще раз. Представьте, я пришел в МФЦ и на полном серьезе я писал заявление, что комиссаренко Вячеслав Сергеевич разрешает комиссаренко Вячеславу Сергеевичу прописаться у комиссаренко Вячеслава Сергеевича. Я говорю, мне серьезно так и писать? Они говорят, да. Я говорю, а были случаи, что не разрешали? Внутренний конфликт у кого-то? Это как этот Билли Миллиган, у которого много личностей было, да? Это он в Америке страдал. В России бы нормально. В МФЦ обработал и... Да, естественно, в МФЦ устарела у меня какая-то справка. А я не знаю, как вы, но мне, когда что-то говорят в МФЦ, я только понимаю какие-то отдельные слова. В целом для меня это белый шум просто. Я просто стою, какие-то каждое седьмое слово понимаю. И она мне говорит, «Вас кадастровая вшляка вшли-шла». Я такой, ну... Весьма вероятно. ЕГРН вшляка вшли-шла-шлу. Я... Вшляка вшли-шла, ЕГРН кадастровая вшляка вшлю-шлю-шлю-шлю. Я такой, блядь, что? И они говорят, вам надо идти в шляка вшли-шло, вот в то окно в шляка ЕГРН кадастровая вшли-шлю-шлю. Я говорю, а вы можете вшляка вшли-шлу свою сразу в шля... вот в это окно? А вы из этого окна в шляка в шлю, понимаете, и между собой находите общую в шляка в шлю, вот эту свою, и я вот эти документы вам дам, а вы мне новую в шляк шлю, и я ее сюда. И в итоге ты идешь туда, говоришь, в шляка в шля, ЕГРН, в шляка в шли, тебе что-то дают, ты хочешь вернуться к этой женщине, а все, нельзя к этой женщине, пожалуйста, берите талончик и вращайте барабан, блядь. Но я ни на что не жалуюсь, на самом деле все хорошо, мне все нравится, я очень сильно люблю то, чем я занимаюсь. Спасибо вам, что вы приходите на концерты, потому что это огромное удовольствие для всех комиков иметь аудиторию, которая интересна то, что ты делаешь, и нет ничего хуже, чем выступление на корпоративе, где всем плевать на тебя и на твое выступление. Знаете, когда люди даже не понимают, кто ты, ты выступаешь, они смотрят на тебя и думают, какой длинный тост. И организаторы постоянно тебя обманывают, они постоянно загоняют тебе что-то, там, именинник, он без ума тебя, он без ума, он без ума тебя. А потом вы с водителем выходите из машины и тебя спрашивают, кто из вас выступает. Я думаю, а что если сказать, а мы дуэт. Первая миниатюра — случай в такси. Расскажи ему случай, который ты мне всю дорогу рассказывал. И недавно меня заказали на такой корпоратив, где именинник, естественно, был без ума от меня. И вот что происходит, просто представьте, меня объявляет ведущий, я выхожу на сцену, и именинник полностью со всеми гостями встает и уходит курить. Видимо, не выявит встречу с кумиром. И я просто выхожу, полностью пустой зал, и я смотрю, а вот здесь просто сидит мужик, просто в свитере, блядь, вот так. Я смотрю на него, говорю, ну мы всех подождем. Он такой, выступай! Я говорю, что? Он говорит, выступай давай! Я начинаю выступать, и все очень плохо. Ну, блядь, мужик не смеется! А я еще выступаю, думаю, самая жесть будет, это если я выступлю, все вернутся, а мужик скажет, а он не выступал. И ему прям не нравится, не нравится настолько, что он в какой-то неделе вот так. Эй! 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 Слышишь? Давай, короче, сразу свою самую смешную шутку. Я говорю, окей. Алло, бабушкинская. Это внуково. Короче, это реально чистая правда. Но самая жесть и самый прикол во всей этой ситуации оказывается вот в чем. Оказывается, что этот именинник со всеми гостями ходил не курить, а встречать проституток. Потому что от меня он без ума, от проституток, видимо, вообще в восторге. И они прямо с проститутками посреди моего выступления вернулись в зал. Я выступаю, проститутки сразу же меня узнали. Ну, я имею в виду по стендапу на ТНТ. Они сели в зал. Ну, да, не в смысле, что они такие, о, Слав, а ты что тут делаешь? Привет, Батрудиновы, давно не заходили. Да, и они сели в зал, они начали смеяться, аплодировать. Ну, и в итоге, да, я потом приехал домой, мне девушка звонит, говорит, как все прошло. Я говорю, да кусок говна, если бы не проститутки, говорю, вообще. Отстой, а не вечер. Да, так что 2020 год выдался у меня очень интересный. Я не знаю, у вас был хороший 2020? Поаплазируйте, какой был хороший 2020? Вау, как вас много. Не, у меня был не очень хороший 2020 год. Просто это связано с тем, что даже не с пандемией, просто он начался с того, что мы расстались с девушкой, с которой я встречался 6,5 лет. Было очень грустно, но я в полном порядке. Я допил какао, снял гетры, слез с подоконника, выключил алсу. Закончилась белорусская печаль, да. И самое веселое, было грустно, но единственный веселый момент во всем расставании был, когда мы с девушкой возвращались из Таиланда. И она начала в самолете, я умираю, я умираю, а она все время у меня, я умираю, я умираю. И никогда не умирала в итоге, вот. Только обещала. Мы поэтому и расстались, потому что на лжи отношения не построишь. Знаете, эпохондриков, да? Вот она была, эпохондрик. Я не знаю, сколько я за 6,5 лет сделал подарков, сколько я подарил там айфонов, макбуков, но она даже близко так ничему не радовалась, как годовой медицинской страховке. Она такая, серьезно? Там все входит. Она просто каждый день, кровь, моча, КТ, МРТ, там врачи ее в окно видели, она идет, она идет! Просто шторы закрывали. Да, и она начинает, я умираю, я умираю. Я говорю, ну я кино смотрю, видишь, каждый чем-то занят, говорю, что за эгоизм, в конце концов. Она начала ходить по самолету, ходит по самолету, я смотрю кино. Такой уровень эмпатии после 6,5 лет, да. И в какой-то момент она возвращается, садится ко мне, думаю, ну, наверное, ей полегчало. И вот что происходит дальше. Просто представьте, ко мне подходит Стюарт, он напуган, он показывает мне, чтобы я снял наушники. Я снимаю наушники, он смотрит на меня и говорит, ваша девушка рассказала нам про инфекцию, мы должны связаться с землей. Я говорю, что? Он говорит, мы должны передать информацию на землю в принимающий аэропорт. Я такой, бля! Я говорю, а вы что, не узнали меня? Я же Слава Комиссаренко из стендапа на ТНТ. У меня девушка прибухивает. Говорит, ха-ха-ха, говорю, вот вы опростоволосились, конечно, как могу, сглаживаю. Поворачиваюсь к ней, говорю, зачем ты это делаешь? Я не знаю, я не знаю. Вы думаете, ты что с ней встречался? А я ничем не лучше был. Мы вот так вот комплексами скрепились и поехали в травмайщике под названием «Жизнь». Она съебанцуй, я кукарача. Вот такой дуэт. Да, потом проходит какое-то время, она поворачивается ко мне и говорит, ты знаешь, Слава, я знаю, я немного сгущала краски, но сейчас я умираю сто процентов. Я понимаю, надо идти опять к стюардессам. Я иду к стюардессе, говорю, а слушайте, у меня девушке плохо, скажите, пожалуйста, можно ли будет вызвать скорую к самолету? И стюардесса такая, боюсь, она не ездит вертикально. Я говорю, какая смешная, главное, своевременная шутка. Я говорю, я имею в виду, когда мы приземлимся в Москве, и стюардесса такая, конечно, можно. Я говорю, единственный нюанс, мы оба граждане Беларуси, они нас примут, и я клянусь, стюардесса такая, конечно, примут. Они даже бомжам не отказывают. Я аж присмотрелся, не Лукашенко ли она, а это так не любить белорусов. Да, и мы расстались, и друзья мне стали говорить, ну все, сейчас будешь трахаться направо и налево. И знаете что? Оказывается, нет. Оказывается, для того, чтобы трахаться направо и налево после отношений, нужно, чтобы ты и до отношений трахался направо и налево. Нельзя просто с кем-то повстречаться 6 лет, это как ворваться в секс. Никто тебя тут не ждет. Нет никакой социальной службы. В МФЦ вообще сделали вид, что их это не касается. Говорят, можем оформить самозанятость. Самозанятость. Я говорю, спасибо большое. Самозанятость в 12. Я начал ходить на свидание, оказалось, что это так сложно после такого большого перерыва. Парни, вы знали о том, что на первом свидании надо сидеть и очень внимательно слушать все, что она тебе рассказывает? Просто в отношениях можно было не слушать. Но попробуй на первом свидании сказать, ну и херню же ты несешь. Господь всемогущий, и нахер это слушать-то вообще? Нет, свидание не заладится. Я проверял. Я знаю, что я сам для кого-то неинтересен, я это осознаю, но я всегда так завидовал парням, которые сидят с девушкой, какую бы чушь она не несла. Они такие, подожди, Наташа, ты серьезно? Подожди, Наташа, ты сейчас не шутишь? Они реально везли сырники 45 минут. Кухня на районе, там вообще нормальные есть. Наташа, ты указала, что тебе нужны балетки 37 с половиной, и тебе прислали 38-й? Едем крошить лица, Наташа, я этого не потерплю. И еще оказалось, что у меня много разных загонов, которые могут мне мешать на свиданиях. Вот есть загоны, которые могут вам мешать на свиданиях или в отношениях? Да, отлично, вы такие же, как и я. Я задам вам вопрос. У вас есть такая тема, что ты переписываешься с парнем или с девушкой, которая тебе очень сильно нравится, и тут тебе приходит сообщение с кучей грамматических ошибок, и ты такой, фу, блядь, фу, 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 не буду я с тобой трахаться. Извини, извини. Трахаться мы не будем. Народ, я не ханжа, но я считаю, что нельзя трахаться с девушкой, которая не знает, трахаться с мягким знаком пишется или нет. Это что вообще такое, а? Пишет она, я выехала трахаться, и без мягкого знака. А вот не будешь ты трахаться, дорогая. Красную ручку берем, зачеркиваем, на поля выносим. Все. С матерью приедешь, обсудим вообще, куда это все катится. Нет, я понимаю, если девушка пьяная пишет с ошибками, тогда никаких проблем. Я встречался с пьющей, да, вы помните. Она писала пьяная вообще исключительно на сербском. Это кириллицы, но без гласных. Просто приходит сообщение, добрый вечер, скоро буду. Я пишу, жду, она такая, хвала. Потрясающе владела сербским. И моя эмоциональность, моя несдержанность тоже очень сильно мешает. Да. Я не знаю, смотрите, у меня недавно было свидание, мы сидели с девушкой у меня дома, мы пили вино, мы обсуждали сериалы, все было хорошо. И в какой-то момент мы начали обсуждать такой сериал, который называется «Покидая Неверленд». Если вы не в курсе, эту историю рассказывают двое взрослых мужчин. Они рассказывают о том, что когда они были маленькими мальчиками, их растлил Майкл Джексон. Это душераздирающая история. И она мне говорит, ты в это веришь? Я говорю, да. Прям думаешь, что это правда? Я говорю, Дантка, шо да, откуда ты знаешь, ты шо там был? Я говорю, слышь, блядь? Я говорю, ну. Я говорю, блядь. Я говорю, ну, я... Я говорю, а Титаник утонул? Она говорит, да. Я говорю, шо да, откуда ты знаешь, ты там была? Че сухая такая? Я так разозлился. И мне так понравилось. Я теперь, когда иду на свидание, точно знаю, все будет круто у меня. Или будет секс, или я буду прав. Что тоже очень приятно. Естественно, никакого секса у нас не было, естественно. Это только говорят, что лучше секс, это секс после ссоры. Но знаете что? Для того, чтобы у вас был секс после ссоры, нужно, чтобы у вас хотя бы пару раз был секс и до ссоры. Нельзя с кем-то поругаться, как начать вдруг трахаться. Иначе в регистратурах были бы оргии. Драли бы без талончиков, народ. Если честно, мне было очень обидно, что я столкнулся с этими проблемами на свиданиях, потому что я профессиональный соблазнитель. Это чистая правда, да, респект. Я закончил два тренинга по пикапу. Я могу переспать абсолютно с любой девушкой, если она согласится. Или просто ответить неразборчиво, да. Я закончил два тренинга по пикапу. Один в России, один в Беларуси. Я соблазнитель международного уровня. Не волнуйтесь, я вас не трону. Мне запрещено использовать навыки в реальной жизни. Потому что, ну, не получается. Знаете, чем отличается тренинг в России от тренинга в Беларуси? В конце российского тренинга вы идете в ночной клуб заниматься сексом, а в конце белорусского тебе вручают сертификат. Все официально в актовом зале с родителями. Ты в ленте соблазнитель. Отец ревет. Да, у меня даже был диплом успешного соблазнителя. Когда-то нашла девушка, говорит, это что такое? Я говорю, это я учился на успешного соблазнителя. И она такая, я так понимаю, на платном? Я говорю, на бюджете с тобой я по распределению. Это что за вопросы вообще? Девушки, кому-нибудь подкатывал пикапер? Поаплодируйте. Вот здесь. Как вас зовут девушка? Наташа. Наташа. Что вам сказал пикапер? Фильм предложил снять. Фильм предложил снять. Вау. А как вы поняли, что он пикапер? А был один очень крутой парень, а другой прям такой. Был один очень крутой, а второй прям такой. Ага. И вот который такой был пикапер, да? Явно не очень крутой, да? Стремный просто смотрел. Стремный просто смотрел. То есть фильм вы сняли? Спасибо большое за вашу историю. Обидно даже стало за пикаперов как-то. Нет, Стремный просто смотрел. Мне одна девушка рассказала, что к ней пикапер подошел в самолете. Я говорю, что он тебе сказал? Она говорит, он подошел, сказал, зачем ангелу летать на самолете? Я говорю, что вы ответили? Она говорит, я ответила, потому что ангелу нужно в Тюмень. Вы, наверное, сидите и думаете, какого черта ты поперся на пикап? Народ, мне было 18, и я был девственник. Вам еще какие-то причины нужны? Ну, мы там все были девственники. Все, все. Включая преподавателей. Ходили такие, вот бы потрахаться. Объединились в кружок. Да, я пошел на пикап не потому, что я не знал, как общаться с девушками. Это потрясающе общаться с девушками, знакомиться ужасно. Сейчас этой проблемы нет. Конечно, есть Тиндер, есть Инстаграм, но раньше, когда мы знакомились вживую, это такой позор. Вот эта первая фраза, о которой ты говоришь, это всегда такое поганое уплюдство. Да, именно поэтому я пошел на пикап, потому что нас там учили оупенером или открывашком, потрясающим фразам, которые помогают легко и естественно начать знакомство всегда и везде. Оупенеры бывают трех типов. Открываете тетради, записываете. Не надо ржать, я за это говно 65 тысяч заплатил. Оупенер первого типа — это оупенер по месту действия. Например, вы в метро. Ты такой, угу. Видишь девушку, которая тебе нравится, подходишь к ней и такой, ох уж это метро. И она такая, ты долбоеб? И ты такой, я Вячеслав. И разговор завязался. По сей день работает. Ни одной осечки. Оупенер второго типа — это оупенер по ситуации. То есть ты должен заметить, что же такого есть в этой ситуации, что ускользает от взора других парней. Например, вы на улице. Тут играют уличные музыканты. Ты такой, угу. Подходишь к девушке и такой, уличные музыканты играют. И она такая, Вячеслав, если я не ошибаюсь. Помню ваш авторский стиль. И третий оупенер — это комплимент. Но комплименты нельзя говорить с очень красивым девушкам, потому что они устали, они постоянно их слышат. Поэтому красивым девушкам нужно говорить не комплимент, а накид. Типа комплимент с подколом. Типа говоришь, у тебя такие красивые глаза. Особенно правый. Такой прикол, за который в Comedy Battle на рычаг нажимают. Этот накид нужен для того, чтобы сбить ее бит-шилд. Бит-шилд — защита суки. Бит-шилд — да. Нас там заодно еще английскому учили. Мы там вышивали, снежинки на окно клеили. У нас целая продленка функционировала. Я никого не трахнул, но зато я upper intermediate. Я на бюджет потом поступил. Да, я этого ни разу не делал, но было бы прикольно, если ты говоришь, девушке, у тебя такие красивые глаза, особенно правый. И она такая, защита суки снята. Я дружелюбная шлюшандра. Да, красивым девушкам нельзя говорить комплименты, потому что они устали от них. Красивые девушки вообще устали, что с ними все знакомятся всегда и везде. Вы знаете этот момент, когда ты идешь знакомиться к красивой девушке, она понимает, что ты идешь к ней и готовится тебя отшить еще до того, как ты открыл свой рот. Знаете, когда ты идешь к красивой девушке, она это понимает, такая «Бля!» «Ну, бля!» «Бля!» Вот так я представляю красивых девушек, как медведей. И мне однажды на пикапе попало задание подойти к суперкрасивой девушке, что-нибудь ей сказать. Это было просто ужасно. Она невероятно красивая, высокая, длинные красивые волосы, она на каблуках. Мне 19, у меня усы и кавалер топовые просто. Я иду к ней, и она понимает, что я иду к ней. Как только она понимает, что я иду к ней, она сразу «Бля!» Она прямо через дорогу начала мне орать. Я стоял зеленого, ждал на пешеходную, она такая «Бля!» Я иду к ней, она понимает, что я иду к ней. Я ровняюсь с ней, она поворачивается ко мне и такая «Ну!» И я такой «Птица!» Она такая «Что?» Я такой «Ха-ха!» и ушел. А я не говорил, что я познакомлюсь. Я сказал «Просто подойду, что-нибудь скажу». Зато я защиту суки до конца жизни убрал народ. Да. Я вам честно скажу, я на курсах был такой легкий ебанарио. Я никого не трахнул, просто ходил по городу, держал женщин в тонусе. Меня все уважали. Поэтому я всегда очень завидовал парням, которые как-то сами по себе знали, как общаться с девушками, знали, как уломать девушку. У меня был такой друг. Я говорю «Чувак, расскажи, как ты это делаешь?» Он говорит «Смотри». Я приглашаю девушку к себе домой под любым предлогом, потом захожу в душ, раздеваюсь до гола и выхожу к ней. Он говорит «Попробуй, это охеренно». Я говорю «Братан, во-первых, оденься, ну». Я говорю «А во-вторых, что? Они соглашаются?» И он так спокойно мне сказал «Ну, кто-то да, кто-то нет». Он так спокойно это сказал. Знаете, как будто бы девушки, которые отказывались, тоже делали это очень спокойно. Типа он выходит голый, девушка такая «Пожалуй, откажусь». И он такой «Не смею вас задерживать». Она говорит «Трусы и надень». Он такой «Нет-нет, ко мне еще придут». Просто прикиньте, выйдьте голым к незнакомой девушке. Это как надо выглядеть? Это надо, чтобы ты голым выглядел эффектно. Я не знаю, я голым выгляжу неэффектно. Не, вернее, конечно, эффектно. Просто это немного другой эффект. Это не эффект красавца, это скорее эффект плацебо. Это девушка, увидев меня голым, не скажет «Вау, вот это тело». Нет, она скажет «Бля, вот это ты вся поверил!» Это опухший, вонючий, помятый, неопрятный. Да, поэтому я зарегистрировался в Тиндере. Не знаю, нравится мне там или нет, потому что все, что я там делаю, это доказываю, что я не фейк. Не представляете, как мне надоело делать эти фотки в трусах и с паспортом. Лучшая иллюстрация к статье, что я начал спиваться из-за уходящей популярности. Я вообще понял, что в Тиндере есть очень много разных девушек. Есть девушки, которые искренне ищут отношения, а есть девушки, которые просто сексуально эпатируют. Я недавно видел девушку, у которой в анкете было написано, цитирую, «Мои ноги, как печенье Орео, все самое вкусное между ними». Меня это не впечатлило. Не, вернее, впечатлило. Я теперь печенье Орео никогда не покупаю. Я говорю, «Не, ребята, сушки берем, пожалуйста». Я серьезно, я не знал, что ей написать. Я ей написал, «Я как печенье юбилейное, мне скоро 35». Просто как такое можно написать? Просто прям вкусное, да, прям самое, прям вот пальчики оближешь, да? Прям вот вы с мужем сидите, гости пришли, вы такие, «У нас же ничего вкусненького, к чаю нету». И жена такая, «Ну как это нету? Орео любите? Есть что-то наподобие? Пожалуйста, ни в коем случае не подумайте, я ни хейтерку, ни лингуса, я полностью поддерживаю это модное молодежное направление. Я всеми руками за. Я наоборот не понимаю вот этих парней, которые такие, «Мы против, и вы не делаете вот эти вот ни себе, ни людям». Вот эти я, я всегда говорю, ребят, 2021 год, надо делать. Придете домой, обязательно сделайте. Я комик, который дает домашнее задание. Да, потому что, вы знаете, некоторые мужчины в своей сексуальной зашоренности зашли слишком далеко. Вы знаете, есть такие мужики, которые говорят, «Я своей жене минет мне делать не позволяю. Я не позволяю». Я такой вот этот и жесткий тип. Жена там, наверное, круги по квартире наворачивает. И ты со швабры отошла от пениса. Я не позволяю. Задремал с газетой у телека. Твою мать, Алена! Ужас какой! Кальсоны прокусила! Идем дальше в эту тему, народ. Идем дальше. Это под вашу ответственность. Я тут ни при чем. Обычно такие мужики говорят что-то типа, «Я не хочу, чтобы она это делала, а потом шла и этими же губами целовала моих детей». Я такой, ребят, дело не мое, но можно ж не подряд. Или что там у вас? Спокойной ночи, Кирюша. Опасный отыгрыш! Опасный отыгрыш! Именно поэтому мы и просим вас не снимать отыгрыш, который может погубить карьеру. Одна с Торькой про Чик-Чирыка никто и не вспомнит вообще. Под новой кличкой будешь проходить. Так что да, я очень много ходил на свидания. Поаплодируйте, поаплодируйте, кто хоть раз за последний год был на свидании. Отлично. Не так много людей, но остальные тоже же когда-то ходили, да? Вы же не 16 лет вместе, как лебеди. Почему я решил, что лебеди 16 лет вместе. Это такие белорусские лебеди, знаете? Пока плаваем, присматриваемся тут. Не хотим форсировать. Да, я задам вам вопрос, можете прямо с места отвечать. Вы знаете эту ситуацию, когда ты приходишь на самое первое свидание, и ровно через пять минут ты понимаешь, что точно нет. И вот мой вопрос. Можно ли уйти? Девушки, кто говорит да? Поднимите руку, кто говорит да. Вы говорите да. Как вас зовут девушка? Ева. Ева, вы уходили? Да. Что вы говорили? Просто молча уходите. Просто подходите к парню. Девушки, кто еще уходил, поаплодируйте, кто еще уходил. Да, вот здесь девушка, как вас зовут? Марина. Марина, что вы говорили? Говорила, что животное попало в какую-нибудь там аварию. Животное попало в аварию? Ну, стандартная причина. Я думала, с тобой встречусь, однако животное попало в аварию. Неназванное. Абстрактное, неназванное животное попало в аварию. Кому, как ни Марине, этим заниматься? Что вас смутило в молодом человеке? Он сказал, что он животных не любит. Он сказал, что он животных не любит. И вы такие, а оно попало в аварию. И он такой, ес. Девушки, кто еще уходил, давайте сейчас какой-нибудь девушкой поговорим. Да, как вас зовут, девушка? Как? Ася. Ася. Что вы говорили? Мне позвонил телефон. Мне нужно идти. Вам позвонил телефон. А это была подруга, да? Разрешите предположить. Обожаю девчонки. Вы, конечно, те еще затейницы, да? Способ придумали, как Лукашенко с переговорами. Я все время думаю, зачем вы пишете смс-ку «позвони мне»? Я имею в виду, просто сделайте вид, что у вас звонит телефон. Или вы прям до конца отыгрываете. Вы такие, телефон звонит. Ася, привет, это Наташа. Я прекрасно знаю, что ты сейчас на свидании с Сергеем, и не стала бы тебя отвлекать, но ситуация не терпит отлагательств. Дело в том, что мы с девочками сейчас ебашемся со скинхедами. И без тебя лысая нечисть побеждает. Да, я спрашивал вас, что вас смутило в молодых людях, потому что мне это интересно. Мне интересно, потому что мне недавно подруга рассказала, что ее напугало, что у парня, с которым она была на свидании, были планы на нее на неделю вперед. Он ей прямо говорил, сегодня мы в ресторане, завтра мы идем в парк, на выходных мы в театр, я тебя потом знакомлю с матерью. Она говорит, я так испугалась. Я говорю, что ты сделала? Она говорит, я так испугалась, что сказала ему, что я умственно отсталая. И я говорю, вау, а как он отреагировал? Она говорит, он очень разозлился. Он стал говорить, такое надо сразу говорить, почему ты сразу не сказала? И она такая, ну я умственно отсталая. Не сориентировалась. Мне одна девушка рассказала, что она говорила, я был просто потрясен. Я говорю, вы уходили? Она говорит, да. Я говорю, что вы говорили? И Лена такая, сейчас приду. Это ж гениально вообще. Встречаешь ее через час, ты где? Я ж сказала. Ты что, следишь за мной, душнила? У нас так ничего не получится. Но самую лучшую историю мне рассказала девушка прямо на концерте. Просто представьте, она познакомилась с парнем в Тиндере. Пришла с ним в ресторан. Он ей жутко не понравился. Тогда она его незаметно сфотографировала. Написала своей подруге, смотри, какой ублюдок, и отправила ему. Мне кажется, хуже уже нельзя сделать ничего. Даже если бы она голосовое писала. Сижу с уродливым ублюдком. Тебя имею в виду. Он, короче, лысый, потный. Бля, я лучше видео сниму. Смотри, какой. Смотри, что-то ест, смотри. Сейчас приближу, смотри. Прикинь, я в метре сижу. Игорь, повернись. Фу, бля, телефон выброшу. Если вам интересно, как поступаю я, то я всегда догуливаю. Всегда. Всегда. И не потому, что я такой хороший человек, а потому, что я не хочу, чтобы так поступили со мной. Понимаете? Не хочу, чтобы я пришел на свидание, и девушка такая, ооо, сразу нет. Даже, бля, из такси не вылезай. Закрыл дверь, убрался нахрен отсюда в своем солярисе. Так что отношения это сложно, секс это сложно. Поаплодируйте, кто считает, что можно заниматься сексом на первом свидании. Не так много людей, да? Но все переглянулись. Такие, очень полезный концерт. И кунилингус похвалили. И людей показали. Можно и второй раз на эту программку сходить. У меня тоже был секс на первом свидании. Не так много раз, чтобы я об этом молчал. Я расскажу их все. Один. В общем, у меня был секс с девушкой на первом свидании. И она после этого секса сказала, слава, я не знаю, как так получилось. Я так раньше никогда не делала. А вам, девушки, этот текст где-то распечатывают, да? Может, он есть у всех? Вы такие, сейчас одну минутку. Я не знаю, как так получилось. На, сам прочитай. Я обвела она. Я часто говорю просто. Но, с другой стороны, я понимаю, а что было девушке еще говорить, да? Было бы странно, если бы девушка после секса на первом свидании такая, блядь, ну я как обычно, конечно. Ой, думала, хоть тебе не дам каждый раз одно и то же. Держусь, держусь. Цезарь с креветками приносит. Все. Лови признательность. Я никогда не осуждал девушек за секс на первом свидании. Никогда. Я вообще, я говорил это раньше, я скажу это сейчас. Если девушка переспит со мной на первом свидании, я не буду думать, что она шлюха. Я предпочитаю думать, что это я неотразим. Ясно? Опрятный, свежий, чистый. Какие шансы были вообще? Просто когда я начал ходить на свидание после шестилетнего перерыва, я был просто в шоке, какие вы все, оказывается, сексуально раскрепощенные. Сейчас люди в отношениях свободно обсуждают секс. Девушка говорит, мне нравится это. Парень говорит, мне нравится это. Я в ужасе просто. Мне девушка говорит, а тебе что нравится? Я такой, а я только друзьям говорю. Девушка, трахаться с вами нравится, я не знаю. Девушки предельно откровенны. Можете сказать, я люблю, когда жестко меня ставят к стене, берут за волосы, а ты что любишь? Я такой, я лето люблю. Море, дафтбанк мне нравится. Народ, я считаю, что недостаток сексуального воспитания это реальная проблема. Со мной родители о сексе не говорили. Предполагаю, что с вами тоже, да? Они друг с другом не разговаривали, такие, нахер вообще этот секс. Просто когда у тебя происходит вот это половое созревание и тебе не с кем обсудить вот эти изменения в теле, это ужас вообще. Народ, я извиняюсь, но я когда в 12 лет впервые передернул, я очень сильно испугался, потому что я подумал, что я сломал член. Моя первая реакция была пойти к родителям и во всем признаться, а я еще на этой неделе куртку порвал. Я думал, мне просто жопа, я член поломал, куртку порвал, мне теперь вообще ничего не купят. Просто из-за вот этих всех ситуаций в детстве потом происходят странные моменты в постели, когда кому-то кажемся странными мы, кто-то кажется странным нам. Я одно время встречался с девушкой, это было замечательно, умная, добрая девушка, но она делала очень странную хрень. Я такой, я бы так не делала. Она такая, а я, Славочка, каждый раз буду отгружать. Она каждый раз перед оргазмом по какой-то причине я бы так не делал, и вы так не делаете, но она каждый раз перед оргазмом вы так не делаете, никогда так не делаете. Это не должно распространяться, но она каждый раз перед оргазмом никогда так не делаете, а она делала. Она каждый раз перед оргазмом зачем-то говорила «Вот сейчас!» «Вот сейчас!» Я такой, что, ложись, рванёт, чтоб... Не хватало только, чтобы я об этом договорил. «Ну, когда?» «Вот сейчас!» Я такой... «Ждём!» Мне кажется, если бы кто-то во время нашего секса зашёл в комнату, он бы получил травму на всю оставшуюся жизнь. «Ну, когда?» «Вот сейчас!» «Твою мать, вы что, сатанисты!» Просто зачем? Объявляется оргазм. Это же оргазм, а не боксёр. Прикиньте, что её было. «Вот сейчас!» «В красных трусах!» Спасибо большое, ребята! С вами было очень хорошо! Вы невероятно крутые! Спасибо вам! Спасибо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! 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 Спасибо!